Доброе утро! Здравствуйте! В преддверии новогодних праздников особо стоит обратить внимание на защиту своего жилья. По данным МЧС и силовиков, именно в зимние каникулы растет число пожаров и краж со взломом. Защитить свое имущество теперь можно вместе с Почтой России по годовой программе антикража. Застраховать жилье можно буквально не отходя от кассы, купив коробочный продукт антикража. В пакете содержится полис страхования и бланк с правилами страховки. После приобретения полиса клиент должен активировать его в течение 30 дней. Для его оформления не нужна опись имущества и предварительный осмотр квартиры. В рамках этой услуги любой клиент имеет возможность застраховать свое имущество, купив страховой полис всего за 499 рублей. И таким образом он получает страхование имущества на общую сумму 220 тысяч рублей. То есть на самом деле это очень удобная модная современная услуга, которая позволяет иметь гарантии сохранности своего имущества, но в случае каких-то неудовлетворительных ситуаций иметь возможность возмещения. После приобретения полиса также считается застрахованы домашние имущества, окна и двери в квартире. Застраховать дозволяется даже арендованное жилье. За возмещение ущерба можно обращаться неограниченное количество раз, пока не будет исчерпана страховая сумма. Более подробную информацию об услугах можно узнать в филиалах Почты России, а также на сайте www.russianpost.ru. Астрологический прогноз на 2015 год обещает быть счастливым. Основатель Московской академии астрологии Михаил Левин пообещал россиянам, что финансовые трудности закончатся в год лошади, который продлится до 19 февраля 2015 года. Когда в свои законные права вступит год козы, то инфляция замедлится, а цены на нефть продолжат падать, но не так интенсивно, как хотелось бы. Во второй половине 2015-го нас ожидают позитивные экономические события. Цена на нефть перестанет падать и начнет расти. Как предсказывает астролог, санкции снимут только в 2016 году. Восточный же городскоп, в отличие от предсказаний ректора Академии астрологии, обещает, что пик новых браков придется на март и апрель и уверяет, что год козы – это год вдовы. Но не стоит слишком дословно воспринимать эти слова, поскольку они вовсе не значат, что все браки, заключенные в 2015 году, обречены на неудачу. Но стоит заметить, что прежде чем вступать в законный брак, стоит очень хорошо подумать и присмотреться к своему спутнику. Многие отношения в год козы будут строиться под взаимодействием эмоций и страсти, которые в итоге исчезут, и многие пары придут к выводу, что они совершенно чужие друг к другу. Приходящий год обещает удачу тем особам, которые на все 100% уверены в себе и в своих силах. Чересчур впечатлительным людям стоит не принимать все близко к сердцу, особенно то, что думают и говорят о вас другие. В целом, год козы даст шанс поплатить задуманное, кто этого пожелает, и, естественно, приложит немало усилий для осуществления своих планов. Всего вам самого наилучшего! Смотрите нас каждое утро на канале «Россия-1» и встречайте Новый год вместе с Вести.